МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое важное за неделю в материалах наших корреспондентов. За чертой бедности в России проживают 19 миллионов человек. Такими данными с депутатами Госдумы поделился глава Кабмина Дмитрий Медведев. Минувшую среду премьер-министр побывал в парламенте, где выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства за прошедший год. О чем еще поведал Медведев и какие предложения высказали депутаты в сюжете нашего корреспондента Тимура Титова. Жизнь россиян далека от одеяла, но есть и успехи в России. Профицитный бюджет и низкая инфляция, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в Госдуме во время своего ежегодного выступления. У фракции ЛДПР к руководителю Кабмина накопилось немало остро актуальных вопросов. И начали с самого актуального. От льготных кредитов до выдачи грантов. Как только малый бизнес не пытались развивать, но целый микроэкономический сегмент так и не сдвинулся с точки отсчета. Одной из основных причин медленного развития малого и среднего предпринимательства в России является избыточное административное регулирование и давление на бизнес, о необходимости снижения которого ЛДПР говорит уже более 10 лет. На Гайдаровском форуме вы сообщили о разработке механизма регуляторной гильотины, которая позволит избавить от неэффективных и избыточных требований. Прошу вас сообщить о сроках внедрения и реальных ожидаемых результатов для бизнеса от механизма регуляторной гильотины. Готово ли правительство идти навстречу к предпринимательскому сообществу в работе над законопроектом о нестационарных объектах? Все старые нормативные акты утратят силу, а новые нормативные акты должны быть приняты до соответствующей даты. Тем самым мы поставим заслон на пути использования документов, которые морально, экономически, а даже и политически изжили себя. Сейчас готовится проект закона об общих требованиях к контролю, общих обязательных требованиях. Нам, по всей вероятности, придется принять некоторые законы по специальным требованиям. Но именно этим все должно и ограничиваться. Только таким образом мы сможем навести порядок в этой сфере. Не сомневайтесь, у правительства есть достаточно управленческого ресурса и желание это довести до конца. Дальше сугубо острые вопросы. Игорь Торощин спрашивает про снижение тарифов ЖКХ. Тема, волнующая каждого жителя нашей страны. Ко мне поступает огромное количество жалоб от наших избирателей, от наших граждан. Потому что в их платежках тарифы по ЖКХ завышены в два, а то и в три раза. Мы уже неоднократно обращались в прокуратуру, контрольно-счетную палату, ФАС. И везде эти факты подтверждаются. Но никаких действий не предпринимается. Поэтому мной была поставлена цель перед избирателями, чтобы озвучить перед председателем правительства эту данную проблему. Прошу сообщить, как правительство реагирует на позицию ФАС и какие меры принимаются, чтобы снизить тарифы до реальных. И хочу обратить ваше внимание, что особенно остро ситуация с завышенными тарифами присутствует в Волгоградской области, где творится полный беспредел в сфере ЖКХ и в деятельности по обращению с твердокоммунальными отходами. Здесь вы правы абсолютно, поскольку подчас в регионах, которые находятся рядом друг с другом, тарифы совершенно разные, и это никак экономически не обоснованно. Очень важно, кстати, будет и подготовить, и принять, сейчас такой документ уже готов, закон о согласовании роста тарифа на электроэнергию с федеральным антимонопольным органом. Я надеюсь, что вы тоже в этом нас поддержите. Одновременно нужно очень внимательно следить за тем, что происходит в управляющих компаниях. Такая деятельность тоже ведется. Насчет Волгоградской области информацию принял к сведению. Спасибо. Введение мусорной реформы, кажется, поспособствовало ухудшению в этой отрасли. Люди жалуются, тарифы на утилизацию отходов взлетели вдвое, а все остальное осталось на прежнем уровне. Есть отходы или нет, за 2,5 кубометра мусора заплати. Цель любой реформы – улучшение жизни населения. В нашем государстве получается наоборот. Почему бы правительству России не рассмотреть вариант привлечения передовых технологий специалистов в данной сфере, например, таких стран, как Германия, Швеция или Япония, со строительством заводов по глубокой мусоропереработке при условии не повышения, а уменьшения платежей за вывоз мусора для граждан? Вы правы, у нас сейчас 7% всего перерабатывается, а у нас есть норматив выйти хотя бы на 60%, то и на 70%. Для этого нужно строить мусороперерабатывающие заводы, нужно заниматься логистикой, нужно заниматься сортировкой. Эта реформа идет всего 3 месяца. А отходы копились десятилетиями. Вы вспомните, вот в прежние годы хоть кто-нибудь на каком-нибудь уровне эти вопросы поднимал? Нет, просто сваливали все за городом и привет. Поэтому результаты, конечно, за 2-3 месяца не появятся. Но это не значит, что не нужно следить за тем, что происходит. И вот в чем вы точно правы, так это в необходимости контроля над тарифами. Тему коррупции поднял Алексей Диденко. В фракции ЛДПР есть конкретные предложения по усилению эффективности мер борьбы с коррупцией. Это межпартийная администрация у губернаторов, это передача контрольных надзорных функций оппозиционным представителям, это усиление общественного контроля на местах до самого маленького муниципалитета. Как вы можете прокомментировать предложение ЛДПР? Как вы оцениваете текущую систему, ее эффективность профилактики борьбы с коррупцией? Меры, которые приняты, они повлияли на ситуацию. Есть масса примеров, я сейчас их не буду приводить, того, что и дела уголовные стали возбуждаться по коррупционным составам, так называемым, и в целом ситуация улучшилась. Но они еще недостаточны. Для этого у нас утвержден национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года. Естественно, мы действуем в рамках этого плана, вносим свои предложения по совершенствованию законодательства, обсуждаем их с вами, естественно, принимаем те или иные решения, которые пойдут на пользу делу. А вот в отношении общественного контроля я полностью с вами солидарен. Этот общественный контроль нужно развивать на всех уровнях, и мы готовы в этом вам способствовать. Андрей Андрейченко затронул проблему, волнующую весь Дальний Восток. Это крабовые аукционы. По мнению многих депутатов, закон требует более тщательной проработки, так как это может привести к гибели целой отрасли. Регион может увязнуть безработице. Готовы ли вы, правительство, в конце года, если анализ покажет, что закон не работает, деньги в бюджет прогнозируемые не поступают, люди лишаются рабочих мест, компании, которые аукционы выигрывают, не работают, внести предложения, которые вернут порядок в отрасль. Эту продукцию вылавливают, деньги там огромные вращаются, это миллиарды долларов, а рыболовецкие суда не закупают. Вот в чем дело. Поэтому мы эти инвестиционные квоты должны как раз распределить таким образом, чтобы появились новые рыболовецкие суда, и отрасль сохранилась, и занятость сохранилась. Именно на это направлен соответствующий законопроект. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что все время расставит на свои места. О времени прошедшем и как оно расставляло все на свои места рассказал в заключительной речи лидер фракции от ЛДПР Владимир Жириновский. Ошибки в работе правительства за последние сто лет. И тут есть над чем задуматься в настоящем и будущем. И в царской России были ошибки, не признавали, не делали выводов. В советской России и сейчас. Вот я сейчас вам назову все эти ошибки. Вы не хотите их признавать и даже называть не хотите. Ленин создает СССР, Сталина отвергает. Сталин предлагал Россию, все остальные вступают в Россию. Что стало с таким СССР по ленинской формуле? Рухнул через 70 лет. Самое страшное, Берия предложил, Хрущёв сделал. Вытеснение русских со всех руководящих постов по всей стране, где национальный регион, это я уехал поэтому из Алматы, Казахстан. Русских убирают, ставят местных товарищей. Зачем это сделал Хрущёв? Потом развалили Советский Союз. Брежнев остановил реформы Косыгина. Какой ДНС-Опин? У нас был свой Косыгин. Но когда они увидели результаты реформ Косыгина, они поняли, что КПСС не нужна в этом случае. Как компьютеризация? Сталин почему и Хрущёв остановили? Если всё поставить в компьютеры, зачем нужна КПСС? У нас были самые мощные в мире компьютеры. Мы это всё остановили. Всё ушло в Америку. Афганистан. Всем понятно, что можно было делать по-другому. Только спецназ и такие вот уколы, удары. Но не вводить целую армию в чужую горную страну. Так нельзя победить. Потеряли столько людей. Горбачёв, Чернобыль, закон о кооперативах, отмена монополии внешней торговли, референдум о сохранении СССР. Додуматься надо. Никакого союзного договора не было уже. В Конституцию всё вошло. Вы чём занялись Горбачёв и его все советники? Поспешное разоружение. Вывели войска отовсюду. Мы победили Германию, а кто там стоит? Американская армия, французская, голландская, британская. А где русская армия? Дети скажут, а где же русские, если они победили? Победители не уходят. Уходят побеждённые. Так кто вывел войска? Горбачёв, Ельцин. Разрушил страну, ему поставили памятник. Это что такое вообще? Кавказ в крови. Гальдар обрушил экономику, но каждый год экономический форум его имени. Что он натворил? И итог всей работы за 102 года. Покажите хронику и увидите без них хмурые лица. И при Ленине, и при Сталине, и при Брежневе сейчас. Везде. И хмурые лица министров. И хмурые лица. Вчера расширенный совет безопасности. Вот пока хмурые лица, значит дела идут не так хорошо. И одна надежда у нас. Какая с вами надежда? На ЛДПР. Вот они. Если они будут большую роль играть в жизни страны, будут успехи. А так пока 102 года, только плохое у нас. Плохого больше, чем хорошего. Сегодня в Пресненском суде столицы проходит восьмое заседание по уголовному делу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Помимо спортсменов на скамье подсудимых находятся Кирилл Кокорин и четвертый фигурант скандальных драк Александр Протасовицкий. Напомню, процесс начался еще неделю назад. Тогда судья допросила пострадавшего водителя, телеведущей Виталия Соловчука. На этой неделе показания дал чиновник Минпромторга Денис Пак. По мнению экспертов, участникам драк грозят вполне реальные сроки. Своё мнение высказал и председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Как только их арестовали, я сказал, не надо сажать в тюрьму, пусть заплатят хороший штраф, это может быть 100 миллионов рублей, Кокорину одному потерпевшему, Мамаев другому, и пусть занимаются футболом. В крайнем случае, быстро, в течение месяца, приговор из прав работы. И где? В Сибири. В самую глухомань и на по основному виду деятельности. Пусть тренируют мальчишек в Хабаровском крае. Пресечь деятельность коллекторских агентств не удалось. Госдума в первом чтении отклонила законопроект от фракции ЛДПР о запрете контор по сбору долгов. Между тем, лидер партии Владимир Жириновский сдаваться не намерен. Он предложил резко ограничить работу микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы населению. Запрещать. Только единственный способ. Потому что все равно, если какие-то ограничения, не звонить ночью, он позвонит без пяти-двенадцать, скажет, что еще вроде вечер, один с вечера считается. Или на работу не обращаться, или не расписывать в подъездах какие-то надписи писать оскорбительные. Он все равно будет делать. Его же поймать тяжело, контролировать тяжело. А это заработок. Это не должно быть заработком. Это должно быть, так сказать, в порядке, допустим, работы судебных приставов. А если коллектор, он забирает чужие долги и выбивает, чтобы заработать. Чем быстрее он выбит долги, тем больше у него будет денег. Мы толкаем его, коллектора, на превышение полномочий и на силовые действия. Ибо прямая связь. Выбивают долги. Он же уже забрал долги, заплатил кому-то, а теперь он должен с разницей себе, чтобы у него был доход. И это вот стимулирует к тому, что они агрессивными становятся. Потому что если он выбил, у него деньги не выбил, чем уж леть кого-то? Там же и дети бывают, и пожилые, и больные. Его это не интересует. Поэтому ни в коем случае нельзя никаких коллекторов. Пусть все делают только судебные приставы. Решение суда должно быть. Но у вас сейчас есть какой-то план Б? Вот Госдума в первом чтении законопроекта отклонила, а потом прекращает действие. Что дальше? Дальше, так сказать, будем вносить проект закона о запрете деятельности микрофинансовых организаций. Если нельзя коллекторов запретить, то давайте резкие ограничения дадим для займов. Допустим, сейчас у нас вот с лета 200%. То есть вы заняли 1000 рублей, должны вернуть 2000. Это тоже людям не очень выгодно. А если 100 тысяч занял, 200 тысяч должен вернуть. Мы хотим ограничить это 150%. Занял 10 тысяч, ты должен вернуть 15 тысяч, не больше. Кому будет еще меньше сделать? Там, допустим, 20%. 100 тысяч занял, 120 тысяч вернешь. Срок предельно большой, год не меньше. И убрать проценты за каждый день. Люди забывают даже. У них набегают проценты, которые в совокупности дают сумму долга больше, чем сам долг. То есть занял 50 тысяч, а с процентами должен отдать 150 тысяч. То есть что же такое. Поэтому надо это запретить. Тогда пойдем по этой линии. По идее, вообще нужно, так сказать, убирать микрофинансовые организации. Деньги через полчаса. Что вы за полчаса сделаете? Вы проверьте этого товарища, работает, не работает. Какие доходы? Кроме того, по инициативе депутата фракции ЛДПР на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы под залог жилья. К решительным действиям парламентариев побудили многократные случаи, когда граждане лишались квартир в связи с неуплатой кредитов и процентов за них. Вот как ситуацию прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сегодня мы будем рассматривать закон о запрете залога жилья под кредиты. Мы об этом говорим давно. И среди авторов закона руководители двух палат и представители всех фракций. Однако некоторые комментарии в некоторых СМИ называют только представителей Единой России. Но зачем этот обман? Что вы, неужели вы не понимаете, что в интернете все граждане увидят, и вы только восстанавливаете население против Единой России? Мы все, в том числе моя фамилия, Зюганова нет фамилии, а Миронова нет, потому что их не было во время обхода с этим законом. Ну там Мельников есть, Аксаков, и комментаторы перечисляют только. Един Россия делает добро для населения. А кто говорил здесь в Думе много лет? Не трогайте жилье. Отстрочка по оплате ипотеки, снижение доходов, инвалидность. То есть плохая жизненная ситуация. В Европе давно это вообще? Давно. Отстрочки все. Мы, как всегда, с опозданием, чтобы замучить человека. Но нет у него денег платить, дайте отстрочку полгода, год, еще год, еще год и так далее. То есть отстрочка по выплате кредитов, любых долгов, должна быть регулярной в связи с тяжелым материальным положением. Стоит отметить, что в минувший четверг Госдума в первом чтении отобрила законопроект, который запрещает выдавать потребительские займы под залог недвижимости. Но губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил свое решение при приобретении жилья. Оно новаторское. Замените потечные кредиты кооперативами. О плюсах такой реформы и кредитования нашему телеканалу рассказал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Фургал, наш губернатор. Вот что значит партийные губернаторы? Это же намного лучше. Он много раз знал и слышал программы ЛДПР, что ипотека дорого, ненадежно, кидают, бросают. Более надежный кооператив по месту работы. Сто человек, вы друг друга знаете, избираете правление, председателя. И вот Фургал это вводит. То есть дается бесплатный участок земли, кооператив заключает договор, сам выбирает строительную компанию, начинают строить. Документы купили у проектного бюро. Все, вот дом будет такой у нас. Первый этаж выкопали, заплатите фирме. По факту. Пятый этаж, десятый, отделочные работы, ключи. Все работает, подключили, все, дом введен в эксплуатацию. Последнюю сумму передали строительной организации. Все. Никто никого не обманет. Все на виду. Моментально поменяйте председателя кооператива, поменяйте управляющую компанию, все вы решаете. Кооперативы. Это Ленин вел кооперативы, Горбачев, нет, поломали кооперативы. Банкирам надо на это, на, нажиться. Я сказал, на, что не знаете русских глаголов? Наживаться за счет бедных. То есть банкиры нажились за счет, а потом дочки ходят, орут. Где-нибудь вы видели, что бы орали члены ЖСК? Никогда. Потому что это их правление, это их деньги. А вы отдали банку, он сбежал. И вы ходите, верните нам, достройте нам. Это малограмотность. И это все порочная практика тех структур наверху, которые решают. Как микродоли в квартире. Как это можно делить квартиру на доли? И приезжает владелец одного метра квадратного. И мешает семье жить. Это что такое? Это же издевательство? Вывод какой? Все, что плохо делается у нас, по плану. Чтобы взорвать страну изнутри. Ни одна внешняя агрессия ничего не поможет. Решили Горбачева нам присобачить. Он разрушил СССР. Теперь нам решили снова изнутри столкнуть, 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 столкнуть. По всем проблемам они с опозданием решают вопрос. То русских забыли, теперь решили дать паспорта русским. То вот это микродоли, возможно, мы запретим. Вот это вот кооперативы. На территории Хабаровского окраина мы увидим, что быстрее будут получать жилье и дешевле, что и требуется нашим гражданам. На этой неделе гостем нашей программы был депутат Государственной Думы Евгений Марков. Ранее на протяжении 8 лет он являлся руководителем региональной фракции ЛДБР в Ханты-Мансийском автономном округе. О своих достижениях в Югре и планах на будущее уже здесь, в Москве, эксклюзивно для канала Евгений Марков. На текущий момент времени самая главная повестка это вот мусорная реформа, как ее сейчас все любят называть. Народ недоволен с тем, что объявили о серьезной переработке мусора, хотя нигде переработки нет. Но цены подняли в два, где-то три раза. То есть народ это возмущает. Если реформу делает государство, то не за счет граждан. Я готов платить как гражданин за результат, когда уже этот мусор действительно будут перерабатывать, о чем говорят. Конечно. Правильно. То есть, а сейчас, когда на старте, ну хорошо, у нас есть предельные индексы роста тарифов на коммунальные услуги. Ничем эта ситуация не меняется. Мы готовы этот индекс увеличения оплачивать и смотреть за результатами. Как инвесторы, как региональные операторы будут строить ту инфраструктуру по переработке. И уже за результат я готов платить. А сейчас мы собираем деньги, а обещаем какой-то результат. И я уверен, будет куча уголовных дел. Многое не будет сделано. То есть, это вот закончится все опять этим хаосом. Люди выходят на улицы. Я вам точно могу сказать. В Канты-Мансийском округе люди собрали инициативные группы и собираются организовывать референдум. По изменению вот той ситуации, в которую они попали. Наши активисты, по крайней мере, в этом процессе однозначно участвуют. То есть, мы помогаем методически, мы помогаем организационно, потому что, ну, считаем это достаточно несправедливым. И тут интересы с гражданами у нас совпадают. Власть защищает. Этих реформ за последние два года очень много. То есть, мы с одной стороны гражданам рассказываем, как мы их помогаем, всячески какие-то субсидии. И граждане уже боятся, как только дали какую-то субсидию, какую-то там прибавку к пенсии, то жди, что у тебя заберут в два раза больше. Мусорной реформы с законом о капитальном ремонте многоквартирных домов и еще что-нибудь такое. Забрали. Выделю, наверное, один из важных, то, что получилось, то, что прошло практически единогласно. Это изменение в законодательство по югорскому семейному капиталу. Значит, он касался, собственно говоря, изменения касались, куда нужно тратить денежные средства. Идея родилась после встречи с одной многодетной мамой. Она просила, чтобы разрешить законодательно тратить денежные средства на лечение ребенка. То есть, ну вот, фактически, что называется, я приехал после такой встречи, мы подготовили инициативу, она автоматом, собственно говоря, прошла, единогласно. То есть, ну вот, этим можно гордиться. Потом эта мама написала письмо, там, по-моему, даже позвонила, мы с ней разговаривали. Вот, а то, что касается инициатив в Государственной Думе, ну я только начал еще работу, я готовлюсь, и вот после каникулы, собственно говоря, я начну уже свою активную деятельность законотворческую. Идеи, безусловно, есть, ну вот мы с вами коснулись. По молодым семьям это будет. И в завершение выпуска совет от Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР расскажет, как правильно питаться и соблюдать здоровый образ жизни. Ну, если с детства ребенок, мы убираем все сладкое, соленое и по чуть-чуть даем, то не будет этих последствий. Пить жидкость, все никак мы не научим людей, что нужно больше жидкости. Два литра воды в день. Люди не пьют два литра, один литр максимум. Максимум, там, садить весь чай, первые блюда. Тоже это все очень важно для обмена. Промывать собственный организм. Надо показать людям. Должна быть социальная реклама, показать, для чего вода нужна. Это очень важно. Натуральные продукты. Чтобы люди, конечно, на рынке больше всего выбор. И больше внимания должно быть растительной пищи. До сих пор этого нет. Все мечтают побольше мяса, рыбы, жиры, масла, сала. Все вредно человеку. Но нет определенной такой культуры. Именно зелень, вот она должна сейчас появиться, свежая зелень. Там, щавель, там, петрушка, укроп. То есть салаты. Ну, все овощи. Огурцы, помидоры и так далее. Местного производства должно быть предпочтение. Потому что наш организм родился в этой климатической зоне. И ему легче переваривать то, что растет в этой зоне. То, что его предки употребляли. Это наличие воды и каких-то элементов. И это вот обязательно важно, чтобы были местные продукты. И к этой минуте это все новости. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok